Коллеги из проекта выпустили отличный материал о жизни Евгения Пригожина. Портрет персонального садиста при президенте России. Многое из текста, общеизвестные факты, но есть и новые детали биографии, полученные благодаря воспоминаниям сотрудников пригожинских компаний. Главным трамплином для бизнесмена, пишет проект, стал ресторан New Island. Он его открыл в 1997 году на бывшем прогулочном теплоходе в центре Петербурга. Когда Путин пришел к власти, он там стал принимать глав других государств. И так сам Пригожин приблизился к президенту. Отдельное внимание, авторы проекта уделяют теме насилия. Оно с самого начала присутствовало в бизнес-жизни Пригожина. Есть множество свидетельств того, как он лично метелил своих сотрудников. Ну и еще из нового. Оказывается, Пригожин болел раком и якобы на этом фоне как раз психанул. Андрей Захаров, автор расследования, присоединяется к нашему эфиру. Андрей, привет. Пригожина в своем расследовании вы прямо называете садистом, который упивается насилием. А в Кремле понимали, с каким человеком имеют дело? Поощряли вот такие методы? Это хороший вопрос. Вообще есть, условно говоря, два блока насилия стороны Пригожина. Задокументированное и незадокументированное. И вот если говорить про задокументированное, то, в принципе, начиная с начала нулевых, определенная информация о том, что этот человек склонен к неконтролируемому, немотивированному насилию. Ну то есть, допустим, в середине нулевых вроде бы даже было возбуждено дело, когда он зашел на тот самый теплоход Нью-Айленд спустя год, как Путин там праздновал день рождения, знаменитый, да, где вот теплоход-ресторан. И там был какой-то парень пьяный, который, значит, напротив праздновал корпоратив и случайно забрел на этот теплоход. Ну, Пригожин его избил, якобы, да, и, значит, еще в воду столкнул. Но этот парень был пьян, и говорят, что он, возможно, от этого утонул. И даже было дело возбуждено. Дело замотали. Но информация была. Точно так же, когда он сбивал, там есть история, когда к нему пришли рабочие, которые ему, там, делали какие-то работы в Северном Версале, в том самом особняке, где потом нашли много всего интересного во время обысков. И рабочие не доплатили. Они пришли лично к Пригожину. Он их выслушал, потом сказал их, значит, избить. Их избили, выкинули за ворота офиса. Они пошли в полицию. Ну, значит, сторона Пригожина сказала, что они хулиганы. И дело также замотали. Ну, то есть, в принципе, насколько я понимаю, при желании, да, можно было узнать, что, я думаю, что, конечно, знали, что за этим человеком вводится привычка и практика избивать подчинённых или давать приказ их избивать. И как там все говорят, значит, он держится на страхе и на деньгах. А я бы хотела поподробнее расспросить про новые детали из вашего расследования, из расследования проекта. Вот ты пишешь, вы пишете о том, что у Пригожина был рак, абдоминальный рак, я так понимаю, это связано с желудочно-кишечным трактом. Насколько всё серьёзно было, есть, и как вы об этом узнали? Да, вообще, когда пишешь о тех вещах, как здоровье, да, то есть важно понимать общественный интерес. Ну, то есть, почему ты рассказываешь о здоровье человека? Вообще-то, это его персональное дело. И, например, там, не знаю, недавно была утечка почты депутата Луголова, и там тоже были интересные документы. Я когда описывал, не стал описывать, потому что у меня нет общественного интереса в том, чем он болеет. В данном случае мы узнали об этом от его окружения. То есть мы пошли, чтобы составить его портрет, пошли по окружению, и люди сами тебе говорят, что вы от него хотите, это человек с вырезанными кишками и желудком. То есть они сами объясняют изменение его поведения, которое и так было довольно расшатанное после 10 лет тюрьмы, об этом многие забывают, 10 лет молодости своей, когда его там, значит, бывшие одноклассники веселились, пели с девочками, тусили, да, он сидел в тюрьме. Вот, значит, и так расшатанная человека психика, а тут еще долгая борьба с не самым простым раком. Вроде как остановлено, остановлен процесс образования опухоли, но почему об этом написали, со ссылкой на несколько источников, да, в окружении? Потому что, раз они сами полагают, что это влияет на его поведение, то есть он там, не знаю, соблюдает жесткую диету, значит, жесткий режим дня, кстати, поэтому вот эти самые белые брикеты с белым порошком, как они говорят, точно не его, ну, в смысле не он употреблял, да, но то есть точно наркотики не употребляет. Опять же из расследования там написано о том, что насилие было поставлено на поток, в нулевые был некий человек в компаниях, Пригожин, который за этим следил. Я в связи с этим вспомнила интервью с бывшими бойцами, наемниками из ЧВК Вагнера, которые мне рассказывали про ныне существующий карательный отряд, там то ли группа А называется, то ли отряд Мед. Вот, и меня это навело на такую мысль, что, во-первых, Пригожин и сам судья, то есть он сам вершит суд над, видимо, своими сотрудниками и наемниками, но он еще и сам палач, по всей видимости. Ну да, во-первых, он действительно иногда может сам исполнить эту функцию, ну то есть есть много случаев, когда конкретно он, то есть он не передавал кого-то в руки, там, побейте, например, охранникам, говорил этого чиновника, да, а лично это исполнить, ну, например, там, допустим, спускался с лестницы, или его водитель многолетний уволился после того, как Пригожин дал ему ногой в голову со словами, значит, езжай быстрей, собака, ну, примерно, да, собака не езжай быстрей, вот. То есть он вполне это исполнял сам, но при этом, ты знаешь, что интересно, что люди, которые с ним много лет работали, они находятся с Пригожиным, я бы назвал это абьюзивные отношения, потому что каждый раз они говорили, ну да, бьет, ну, меня там не бил, или меня там, я видел, я видел, ну, точно я видел, как бьет, да, но он никогда не бьет просто так. Вот прямо это несколько человек сказали, то есть всегда бьет за дело, абсолютно такое абьюзивное, да, с токгольмским синдромом, когда чаще женщина, да, значит, описывает так, что муж бьет за дело, и она напортачивает, вот. И сами же подчеркивают, что в этой его империи, которая довольно разветвленная и сложная, да, без какой-то единой иерархии, то есть там есть ЧВК, который работает на многих континентах, континентах даже, да, есть, значит, фабрика троллей, фабрика меди, тоже отдельная структура, есть все это питание. В общем, во всей этой империи, собственно, чтобы ею правиться, а он сам во все лез, да, то, собственно, страх и деньги. Соответственно, лучше работает, если ты можешь, если ты, если подчиненный понимает, что тебя могут побить, как сам шеф, или Петрович, как его называют, вот, а, значит, или директор, еще есть такое номинование, да, либо его вот подчиненный, палач, который есть в подвале, или спецотряд. А много ли ваших источников, может быть, бывших партнеров, которые имели отношения и дела с Евгением Пригожиным, отказывались говорить, опасались вместе с его стороны? Глубоко ли посеян страх в этих людях? Это, кстати, хороший вопрос, потому что раньше было проблемней говорить, да, то есть и люди, которые работали на него, и люди, которые даже ушли давно, они все время боялись, потому что там и документы подписываются, и в целом, да, они боятся той самой мести. Но вот мятеж, он немножко расшатал, то есть мы попали в тот момент, когда империя пошатнулась, потому что непонятно, что будет с императором. Вот, и, ну, я, например, знаю, что один из там, вот, некоторые, с кем мы говорили, кто уже от него ушел, сейчас опять думают вернуться к нему. Такие реально абьюзивные отношения. Поэтому, но были те, конечно, те, кто, то есть люди там, не знаю, ты там удали файл, если ты меня записывал, пожалуйста. Или, значит, да, я не буду ничего говорить, или все прекрасно, вот, по-разному. Но мы попали в тот момент, когда немножко, немножко их страх отошел, потому что тогда казалось, что все, это все, эта вся система рухнет. А сейчас непонятно, да, сейчас Пригожин сидит без штанов, но мы не знаем, он нас троллит или нет. На самом деле об этом и был наш вопрос. Что сейчас с Пригожина происходит, и вот что можешь сказать по той информации, которая есть в паблике, как это фото, так и что говорят ваши источники? Хороший вопрос. Вообще фото это пошло с Вагнерского канала, да, Riverside of the Medal, и они даже написали, что из одного из чатов, и согласно данным изначальной фотографии, это 12 июля, ну, пойди проверь, да. Ну, в этом смысле как раз они большие специалисты по троллингу, что все подождали его без штанов. Вот, значит, а до этого они, кстати, тоже выбрасывали, например, это же от людей, которые, скажем, с ними тесно общаются, шла та же песня Шнурова про Пригожина, да. Вот, в общем, мы вообще, и с этим мы не лезли вот в то, что происходит, потому что мы понимали, что можем ошибиться, можем промахнуться. Мы старались операться только на факты. Вот то, что точно известно, мы это и говорим. А то, что пока непонятно, тем более, что с Пригожиным, да, который, вот это как раз его люди говорят, что он часто, почему он стал таким эффективным и столько власти себе взял, потому что он всегда действовал нестандартно. на грани риска, на грани как раз психопатичности. И этим он брал, брал путинскую систему. То есть он там шел напролом и оказывалось, что так можно. Ну, и, по крайней мере, ничего за это не будет. Вот, поэтому, учитывая, с каким человеком мы имеем дело, пусть он и проводит какое-то время в полевой палатке, непонятно когда, без штанов, но он может надеть штаны и еще много чего наделать. Поэтому давайте вот исходить из того, что Пригожин еще наденет штаны и нам что-то покажет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok